В Славянском районе в настоящее время благоустраивается не только город, но и сельские поселения. Этому способствует краевая программа инициативного бюджетирования, когда инициативные проекты жителей, поддерживаемые финансово, реально помогают решить насущные проблемы. Один из таких примеров – проведенное благоустройство стадиона в поселке Рисовом. Необходимость привести стадион в поселке Рисовом в порядок назрела уже давно. Он должен был отвечать современным требованиям. Дело было за малым – финансовым обеспечением проекта. И вот благодаря активному внедрению в практику инициативного бюджетирования в Краснодарском крае появилась реальная возможность решить эту проблему. В 2019 году стартовала программа по инициативному бюджетированию. Мы приняли участие. Программа новая была. Мы, конечно, многого не знали. Рисовали руками проекты сами, самостоятельно. И в результате мы победили. Прошли конкурсный отбор. Нам выделили денежные средства с бюджета Краснодарского края. Получив миллион двести тридцать тысяч рублей, администрация поселения обратилась к жителям, предпринимателям, чтобы все они помогли, кто чем может, в том числе и трудовым содействием. Зерновая компания «Новопетровская» также выделила технику для того, чтобы можно было рекультивировать поле, засеять эту газонную траву. Ну и, в принципе, привести хотя бы в более-менее благоустроенный вид стадион, для того, чтобы можно было не только детям, молодежи, но и более старшему поколению заниматься активно физической культурой и спортом. Вот так это и работает. Сначала сами жители вместе с представителями местного самоуправления инициировали проект, а потом участвовали в его реализации. Установили раздевалки, душевые кабинки, подвели воду, освещение, установили лавочки, флагштоки обязательно с флагами, баскетбольную площадку организовали. Хочется и дальше продолжать этот проект, вкладывать сюда свои силы для того, чтобы не останавливаться на достигнутом. Хотим здесь установить спортивные тренажеры уличные с навесом. Стадион после благоустройства уже стал центром притяжения для дружащих со спортом ребят, которые увлекаются футболом, регби и другими видами спорта. Дети приходят сюда, как и маленькие и взрослые, занимаются тем, чем они любят заниматься. Допустим, вот баскетбольная площадка есть, могут играть в баскетбол, в регби. Там есть волейбольная также площадка, где поставили столбы и сетку. Играем в футбол, баскетбол. В общем, игры очень энергичные, нам здесь нравится, потому что здесь все устроили, есть ворота, ну все, что нужно для игры. Есть планы дальнейшего развития стадиона с установкой разнообразных тренажеров. В случае успеха этой инициативы востребованность спортивной зоны будет еще выше. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...